Всем привет на моем 29 стриме. Сегодня мы продолжаем проходить Pokemon FireRed. Это уже шестой стрим по покемонам. Так. На чем мы остановились? Ага, остановились мы на том, что в башне с призраками мы не можем поймать ни одного призрака, потому что... Ну, мы даже не можем его атаковать, поскольку там, типа, говорит, мы его не видим. И на вершине башни мы там вообще не можем пройти, потому что там фиксированный Pokemon призрак, которого нельзя обойти, его нужно обязательно победить. Обведить мы его не можем. Значит, нам сюда пока еще не надо. А куда нам тогда надо? Путь 8. Так, сейчас я открою страничку. Где у нас там? С картой. И посмотрим, что на этой карте у нас есть. Так, путь 8. Тут можно поймать Гроулайта. И Вульпекса. И Сеншу. Так, сейчас надо их ловить. Так, а ты... А, с тобой уже дрался? С тобой дрался. Ну-ка, ну-ка, вот тут что у нас? Наверняка тут можно поймать. Опа! Гроулайт. Шестнадцатый уровень. Ну-ка, давай Пикачу Ректрошоком. Нормально, еще один раз и будет норм. Ректрошок. Можно попробовать поймать. М-м-м, так. Покебол. Гроулайт пойман. Неплохое начало. Гроулайт. Щенячий покемон. Очень дружелюбен и предан хозяину. Отгоняя врагов, Гроулайт рычит и кусается. Ну, короче, песик. Так, уже неплохо. Еще бы найти Вульпикса и все-таки Сеншу несчастного, который я уже пытаюсь поймать очень давно. А, Экансы, это ерунда. Ну, давай этот, Пикачу. Викторошок попробуй. Ну, неплохо. Так, захват. Значит, Пикачу добивает. Ну, как раздвоение. Хотя, как из захвата можно сделать раздвоение, не очень понятно. Получилось и получилось. И так, быстрый удар. Не, лучше электрошок. Электрошок. Нормально. Надеюсь, не добьет Пикачу. Лексо, привет. Да, на русском языке. Неофициальный перевод. Так, что-то Пикачу уже какой-то потрёпанный на то... Да нет, пусть пока-то просто другие выходят. Так, ну, Пиджи, ладно, это есть у меня. Ладно, пусть там будет другой теперь выйдет. Вот, Ониксы я ещё не пробовал. Так, что ты умеешь? А, или я пробовал его уже, не помню. Обвал давай. Интересно, откуда тут обвал? Это же открытое пространство. Нормально, половину снял. Хотя, Пиджи на 5 уровней выше. Ну, потому что тип подходящий. Промахивается. Ну-ка, давай толчок тогда. А, меткость он снижает. Ну, он всё равно попал. Ой, это вот неэффективно. Вот обвал эффективно. Так. Ну, давай ещё обвал. Попадёшь? Надеюсь. Не, промахивается. Ну, ещё раз. С нескольких попыток-то попадёт. Так, промахивается. Ну, ладно, пусть он будет ещё выйдет, в принципе. Так. Георадус давай ты. Каким-нибудь много атаки должен выучить. Вон, Пиджи уже убегает. Толчок, я думаю, достаточно будет. Промахивается. У-у-у-у. Какой ловкий Пиджин. Ну, ещё толчок. Ну, всё. О, Оникс 14 уровня. Ну, Оникс я, в принципе, качать не собираюсь. Особо, поэтому это не менее особо важно. Не, угробла-то я только что поймал уже. Нужно кого-нибудь ещё. А, так. Ну-ка, давай, Чермирион. Гроула Джи Огненный, в принципе, там. Ну, у него вроде есть огненные атаки какие-то. О! Неплохо так. Прогнал. Ну, ладно. Всё-таки это не... Не прокачка стрима, а... Прохождение. Поэтому я не буду, в принципе, так прям задерживаться сильно. THX привет. Так, где стынешь? Ну, бывает. Так, нет, я возьму других, наверное. Так, надо кого-нибудь другого, наверное, взять. Оникс вообще как-то не к месту. Мне кажется, угробла это надо взять. У меня есть кошка с собой, и собаку надо взять. А Оникс, всё. Я его поймал, и всё, вон, на дно. Ну, как бы, нет. Ну, то есть, смотри, это... То есть, была Покемон Ред, да, игра. И вот, ну, то есть, самая первая. А это Покемон Файер Ред, типа ремейк. И здесь, вроде бы, как добавили что-то. Какие-то, ну, Покемонов, я не знаю. Я просто никогда раньше не играл вообще в любую серию игр Покемона. Аниме смотрел, а это не в игры, не играл вообще. И решил, как бы, это наверстать, но вместо самой оригинала, ну, первой оригинала, решил взять ремейк, потому что, ну, там, как бы, просто чёрные пиксели на белом фоне. Я подумал, что это будет слишком жаско смотреть. Так, Граймер. А на него электричество это вообще действует? Ну-ка. Ммм, в принципе, норм. А, понятно. Ну, а быстрый удар. Хм. Так, ладно, тут нужен Чурмилиун, я думаю. Аднос, привет. Ну, не знаю, я, в принципе, ну, первый-второй сезон, ну, нас показывали, да, в России. Я его смотрел. А потом я просто чисто ради интереса ну, захотел посмотреть, что-то, чем это заканчивается. Но понял, что оно вообще, по-моему, никогда не заканчивается. Ну, я пять с половиной сезонов посмотрел. Ну, так, чисто, вот, Чурмилиун 30 уровня, наконец-то. Чисто, вот, там, бывает, там, не знаю, перед сном просто возьму, там, одну серию гляну, так, как нечего делать. А не то, чтобы там целыми днями сеть, что-то смотреть. Оно не напряжно, и поэтому легко смотрится. Так, не, я не хочу менять, зачем? Ой, ну да, давайте, понятно. Так, заговорился немного. Ну-ка, давай мега коготь. Это, наверное, неэффективно будет. Он же жидкий. В принципе, нормально. Зато атаку повысил. А, угли. Ну, угли, в принципе, довольно эффективно. Попробовать мега пинок, но, мне кажется, будет это неэффективно. Ладно, угли оставлю. Промахивается? Ну, как можно промахнуться по этому, по этой жиже? Он же не шустрый, вообще. От яда еще страдает. Не, давай так-то его добьешься, все-таки, потом я тебя уже вылечу. Так. Понятно, я... Вот он промахнулся, давай ты не промахнись, и все, норм будет. Вот, все. Ого, сколько опыта. Еще граймера. Да, за меню, а то ты от яда там страдаешь. Вон, пусть Геарда скусает его. О, боится. Укус. Мм, что-то слабо. 22 уровня граймер у него. Мм, ну, давай еще укус. О, это уже лучше было. Давай еще критический удар, и вообще норм будет. Кстати, для тех, кто смотрит на Гудгейме, о, Геарда 25 уровня, отлично. Периодически бывает, там что-то пишут в чат, а я читаю только после стрима, потому что просто забываю про него. Но сейчас вот у меня он перед глазами, поэтому, в принципе, я его читаю. Периодически. Смотрю, в смысле, никто ничего не написал. Вот. Так что, если что. А, Гнев Дракона выучивает. Наконец-то новая атака какая-то. Посмотрим, что это за атака. Так, ладно, Покемон Центр надо. Ну, чтобы не тратить этот антидот. Так, вообще, я, естественно, сейчас не представляю, куда иду. Но вообще, по идее, меня восьмой путь должен вывезти куда? А, в город Сафронфити. Так что, да, в принципе, представляю. Ну, не знаю, что меня там ждет. О, а вы кто? Своем мы сила? Ну, нападать-то по одному будете? Опа. Прикольно. Клоферий джиглифуф? О, это первая битва с моими покемонами. Так. Пикачу, ну, давай, электрошок. На. Джиглифуфа. А мяут. Разрубание, ну, на КФР. В принципе, норм. Так, потратили одинаково примерно. Так, что, что они предпримут? По карту защиту увеличивают. Ну-ка, давай быстрый удар по джиглифуфу. А мяут, джекпот. Ну, соответственно, по Плэфери. О, что-то слабый быстрый удар. О, Пикачу. О. Печалька. Не, ну мяута пусть идет спать. Так, давай Пикачу. А, у него же есть атака. Удар. Ну-ка, давай ударь-ка, джекпот. А, у него же есть атака. А мяута заменим на... Биорадуса. Так, а почему испугался только Плэфери? Ну, ладно. Пикачу промахнулся. Ну, ты вообще... Не очень. Так, Пинок. Ну, это ладно. Ну, так давай. И тогда Электрошок вроде самая эффективная пока что. Но... Гератус, гнев дракона. Посмотрим. Not bad. Вообще нормально. Ну, все. Грибли-пуфу не устоять. Ух ты ж, кританул-то. Запрещено спортом Дракона? Да я и не собирался. Ему там хватит вообще вон. Даже быстрого удара хватит. Ну, и давай ты брызги испарь. Ух ты ж, сколько вас тут. Мы должны смотреть на всяких неудачников. Ну, по-моему, сейчас я буду смотреть на неудачников. Ух ты ж, пять покемонов. Нормально. Но это будет интересно. Против Пиджи. Идет Чермирион. Ничего себе, все, выгнал. Дактрио. Ну, тоже. А, не-не-не. Дактрио наоборот вообще ничего не может. А, Гроула, кстати, да. Ну-ка, что-то умеешь. Угли. Вот, это было хорошо. Еще обжог. Так, страдает от ожога. Добьет? Нет. Укус. Следующий. Ратата. Нет, я не буду менять. 19 уровень. Ну, давай попробуем сжечь. Угли. Ратата довольно не слабо бьет. Поэтому я пока меняю. Пусть выходит. Скиорадос. Запугал. Ну, кустомах это ладно. Ну-ка, давай-ка. Так, гнев дракона девять штук. Ладно, укус. О, хватило. Так я и думал. Пикачу. Интересно, какое уровень. Так, электрический. Да, надо заменить. Пусть выходит. Тоже Пикачу. Посмотрим, какое уровень. Девятнадцатого. Ну, норм. Электрошок. Но это будет очень неэффективно. Не очень эффективно, я бы сказал. А очень неэффективно. А, быстрый удар. Он тоже быстрый удар использует. Да, парализовал. Не, давай какой-то сейчас приударишь, попробуешь. Да, я не понимаю, в каком случае он при приличе может ударить, в каком нет. Давай пробую еще раз. Вот, сейчас получилось. Быстро удар еще давай. Так. Главное сейчас нанести удар. Ооо, а он сейчас не добьет, да? А, нет, развоение. Давай-ка быстро удар все-таки сделаем. Есть. Еще и критический. Нидоран. Да, заменить Пикачу уже. Что-то дохлый. Пусть... Гроулат выходит. Рада, возможно, подлечить надо бы. Какого уровня у Нидоран? Девятнадцатого. Так, где у меня... Так, обычно в зеле нету, да? Ну, ладно, что-то при зеле придется использовать. Два пинка. Ну, в принципе, не зря зель я использовал. Угли. Нормально. Ну, да, здоровье он быстро сносит. Давай еще уберем. Сейчас, наверное... Ооо, как кританул-то. Давай-ка просто ударивай, и все. Готово. Готово. Повезло, похоже. Мяут. Ммм... Ну, пусть Георадус выходит. Мяут девятнадцатого уровня. Ммм... Ммм... Да, укус. О, замирает. Еще укус. Неудачник мяут ни одного удара не внес. Ты с чем-то обижаешь, может, покемонов? Ну... Сама вообще-то напала. Ну, ладно. Ммм... Так, что там у меня с ними? Да, в принципе, норм. Можно следующий битву провести. Мяута симпатичная. Тебе что, одни мяуты, что ли? Ммм... Двадцатчетвертого уровня. Побеждать? Ну, я, в принципе, не против. Я этим и занимаюсь. Так, что ты умеешь? Леские удары? Неплохо. Есть, добил. Отлично. Еще мяут? Да нет, мне доктор его понравился против мяута. Давай опять резкие удары. Ммм... Два раза только. Ну, значит, еще раз резкие удары. Все, достаточно. Еще мяут. И все одинаково уровни. Ну, вот им не скучно. Три раза только. Джекпот. Ну, и что-то вообще ни о чем. Ладно, давай что-нибудь другое используем. Подкоп. Так, ну, естественно, промахивается. Есть. Ну, ладно, следующий. Что там у тебя? Один покемон только? Ну... Клофинг? Хм... Пикачу парализован. Поэтому придется другого кого-то взять. Кроулайт пусть попробует. Подожжет ему газ. Смог. Это отравление. Да. Ну, хотя бы не отравил. Ну-ка, давай угли. А почему так неэффективно? Ну, обожжен, но... Я думал, будет намного эффективнее. А, ну он 26 уровня. Это только сейчас заметил. Укус. Густой, да? Меткость снизилась. Давай угли. Помахивается. Так, ну, я думаю, если упадет, добьет. Ну, ожог добьет. О, Пикачу 23 уровня. Неплохо. Ну и последнее. Опять Нидоран. Что, один только Нидоран? Или там штук 5 одинакового уровня? Два. Так. Ну, Чармидон пусть идет. Ой, какие неэффективные пинки. Даже с критическим ударом. Потратили не особо вообще. Ну-ка, угли. О, неплохо. И это без критического удара. Ммм, натравил. Давай. Мега-коготь. Все. Еще. А, Нидорина. Это... 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 Это следующая форма, да? Кстати, я не видел Нидорина. Надо Пакедекс открыть. Я обещал читать. Ну, сейчас буду читать. Так. Все время забываю заранее открыть Пакедекс. Сейчас. Минутку. Минутку. Это как раз. Витто. Нидорина. Нашел. Вот. Нидорина. У Нидорины спокойный, заботливый характер. В бою она издает ультразвуковые крики, Которые спутывают мысли врага. Странно. Ну, ладно. Посмотрим, что там будет спутывать. Угли. То есть, какой-то психический, что ли, атаки? Или что? Вроде же это просто... Ядовитый это тип, вообще-то. Ну, угли, в принципе, неплохо. Правда, афьяда, чермилин, страдает. Ну, я думаю, добьет. Как-как? Нормально. Ну, все-то, а теперь, покет-центр. Чермилин сейчас упадет. Ничего страшного, вылечится. Готово. Все, отправляемся в город. Забыл опять название. Ставфорд, что ли. Ну, не важно. О, а ты кто? Уйди с дороги, пока не разозлился. Байкер. Рокер. Ну, давай, Джарен. Граймер. Ну, это ерунда. Электрошок. Ну, ладно. Неплохо, да. Согласен. Тогда выйдет... Чармиллион. По-моему, эта грязь горит неплохо. Угли. Да. Еще граймер. Не, не хочу заменить. Угли. Опа. Да, не вопрос вообще, в принципе. Мега коготь. Хотя непонятно, откуда способность запрет у Граймера. Он же не психический покемон. Мега коготь. Да ладно тебе. Байк барахлит. Байк барахлит. А я при чем? Байк барахлит. Байк барахлит. Гoфинг? Ну, Пикачу уже явно не очень. Вот Киорадос может быть. Что, отравил? Нет. Укус. Сильно вроде потратил, да? Ой, отравил. Укус. Готов. Не, не буду менять. Но придется яд вылечить. Есть у меня, да, Патвай я один. Ты не видишь, что он опять отравился? Нет. Укус. А, может эти атаки практически всех типов? Интересно. Где бы мне его поймать по-самому? Видимо, где-то рядом, раз у них тут полно их. Так, заменить. А кого он выпускает, я не заметил. Не, ладно, не буду менять. Наверное, еще одного кофе. А, у этого Граймера. Ну-ка, давай гнев дракона. Ух, я думал потратить полностью. Опа. Да ладно, Георадос лежит. Это что-то новое. Гройлайт. Гройлайт. Давай, угли. Вообще, у меня как бы сейчас с собой два огненных покемона, и это, ну, как бы не очень. То есть, Гройлайт и... Гройлайт, чермилион. Ого! Неплохо. Гройлайт 17 уровня. Так, а я только не помню. Сейчас надо в покедексе посмотреть здесь. Так, Гройлайт надо найти. Тут вот куча пробелов, конечно. Так, что-то как переключило. Вот, Гройлайт. У меня вопрос, до Гройлайт есть? То есть, это первая форма или нет? По-моему, первая. А сейчас, в принципе, посмотрим на сайте покедексе. Так, Гройлайт. Не понял, тут нету. Тут Гройл вилль есть. Странно. Сейчас я... Американские названия поставлю. Может, проще будет найти. Так, правильный. Вот, Гройлайт есть. Печалька. А, не, не печалька. Стоп. Да, это первая степень его. И эволюционирует он следующий вот только при помощи камня. Эволюционирует в Арканайна. Так, что нормально. А, уже в чате написали. Я не видел. Гасараш, привет. Да, я просто пока читал, я чат не видел. Так. Поехали. Что у нас тут? Так, кто же предпочитает научный подход к обучению покемонов? Да нет, обычный. Волтор. А, у меня же этот лежит. Надо его подчинить. Георадос. Заряд. Я пока так и не помнил, это накапливание заряда приводит к чему-то или нет. Сколько я не пробовал, он не взрывается. Так, укус. Еще укус. Пока он на атаку не наносит. Еще укус. А, я думал, все. Он замирает, так что еще укус. А, ну нет, ну просто у меня есть Волторп, и у него нету никакой атаки взорваться. А есть вот это накопление заряда. О, у меня вот 20 уровня. Отлично. И это ни к чему не приводит, чтобы он не взрывается. Еще Волторп? Ну, впускай. Ну, давай разрубание попробуем. Промахиваться. Да, пробуй все-таки попади в разрубание. Ну, в принципе, не особо больше, чем укус. А, укус чаще попадает. Ладно, мяут, отдыхай. Чермиллион. Ммм, давай угли. Чермиллион 31 уровня. Магнемайт. Ммм, не, не буду заменять. Электрические горят хорошо. Угли. Ваншот. Кофинг? Ну, это уже хуже. 20 уровня. Ну, давай мега пинок, интересно. Как по действию? Вообще не так промахиваться. Так, я сейчас понял, что в моей программе, которая считает зрителей, баг. Хе-хе-хе-хе. Ладно. Надо пока отрубить тогда, наверное. Это я так тестирую. Просто написал по-быстрому. Так, угли. В осадке? Что такое? Я в осадке. Так, а тут кто живет? А, под темный тоннель. Так, а по сути, где я нахожусь сейчас? Надо посмотреть. Тор, привет. Ну, я просто... Понимаешь, как я протестирую, если у меня... Ну, вне стрима, как ее можно протестировать? Никак. Это же надо, чтобы было там зрителей больше нуля. Лексо, у меня есть дроузи. Так, понятно, вот я нахожусь. Вот, Сафрон-Сити рядом. Так, пойду до пки-центра доеду по-быстрому. Да не ори, сейчас я тебе привезу. Так, наверное, тогда все-таки песика оставлю, потому что, ну, два огненных, как бы, не в тему. И возьму что-то другое. Так. Гроулайт домой. Итак, у меня есть электрический, мяут, я не знаю, какой это тип, мяутный тип. Водный, причем еще и драконий. Огненный, земляной. Не хватает. Не хватает. Ну, в смысле, не, понятно, что там много чего не хватает. Ну, в принципе, из-за того, что есть. Можно попробовать манки взять, чтобы он эволюционировал в... Сейчас посмотрю, в кого там он. Так, манки, манки. Где он? Странно тут как-то. Ладно, следующий прайм, вроде. Сейчас найду, где же. Так. Примап мы перевели. Ага, 28 уровень нужен, чтобы он эволюционировал. Я думаю, в принципе, можно взять с собой. Посмотрим, как он дерется. А, дроузи, брать. Ну, ладно. А дроузи у нас эволюционирует во что-то? Ну, я просто хотелось бы, чтобы они эволюционировали, ну, чтобы открылся покедекс. Так, дроузи. А, да, он эволюционирует на 26 уровне. В гипно. Тогда, да, берем. Но качать очень долго. Так. Во всяких случаях сохранюсь. Погнали. Так, пройду-ка я через этот... ...парк. Или как там назвать? Вдруг попадется все-таки что-то интересное. Не, мяут. Так, и побег. Может, все-таки попадется. Не, не хотят. Браво, деньги. Ну, я мяуту стараюсь качать потихоньку, но он очень медленно прокачивается и почти ничего не умеет. Ну, относительно. Такой не сильный он вообще. Ладно, не хотят, не хотят. Одного вот этого победил. Электрошок давай. О, парализован. Мне это нравится. Ты куда-то выкидываешь-то? Ну, ладно. Так, посмотрим, что у нас здесь куда-то. Проход. Видимо, в этот Сафрон-Сити. А, дорога закрыта. Что тут? Причем тут, что он хочет пить? Давай, сыграем. Поливаг. Так. Поливага мы не встречали еще. Сейчас зачитаю. Что он тут? Кто он? По-по-по-по-ли-ваг. Есть. Так. Поливаг. Его ноги только-только выросли, поэтому он не умеет бегать. Он предпочитает перемещаться в воде, а не пытаться удержать равновесие на суше. Но он водный, поэтому я думаю, что электрошок будет хорошая идея. Вполне. Но водомет он использует все равно. Но водомет он использует все равно. Но это не особо удалуемый что-то. Ну что, есть еще что-то у тебя? Поливаг. Электрошок. Может только-что уже показали, что с поливагом происходит. Зачем он еще одну выпустил? Ну вот, неплохо. Питрошок. Потратили. Тут все фанаты одного покемона. Какого? Так, Пикачу 24. Нет, тут вот один сидит с фанатом Георадоса. Так, поливирал. Да, хочу заменить. Пусть чермилен выходит. А, не, он же слаб против воды, блин. Ну ничего, он уровень высокий, я думаю, справится. Так, поливирал. Тут перевели как поливирал. Он может жить как в воде, так и на суше. На суше его тело постоянно потеет, восстанавливая слизкое покрытие кожи. А. Ну просто тут я, на самом деле, не понял. Да, вот мне тоже это бросилось в глаза, почему-то... Еще часок с вами. Ок. Почему-то они у них, как-то это, скучно, неразнообразно. Они ловят одного покемона и в крайнем случае, вот, прокачивают одного. Ну, типа, разный уровень там. А то до этого падало с 3 мяута, 3, там, этих, забыл, как у гравелера, там. Да, ну, как-то, почему... Почему у меня не один и тот же? Потому что интересно разных поймать. А им не интересно, что ли? Так, что я сделал? Я пытался ударить во сне, не заметил, что сон. А, так, георатус. Водный против водного. Правда, у моего водного не одной водной атаки, но, неважно. Да, неэффективно, отлично хотел. А вот укус, это довольно-таки эффективно. Что-то я не знал, что у поливирла есть гипноз. А, ну, хотя, судя по его рисунку, это вполне логично. Такой стереотипный. Ладно, придется разбудить. Пузыри. Ну, это вообще ни о чем. Ой. Вкус. Ммм, я думал, добьет. Повержен. Ну, все. А потому что надо разных покемонов брать, ты не будешь проигрывать. Так, а до чего здесь этот спуск? Да ни до чего. Поддельный тоннель. От лавендера до целодона. Стоп, целодона? Какого, какого, какого целодона? А, все, вижу целодон. Ну, в смысле, я, в принципе, могу его здесь, да, показать, на всякий случай. Вот целодон. То есть мы опять под Сафрон-Сити пройдем по низу. Раньше мы шли от Церулина до Вермилиона, под Сафроном теперь. Ну, в общем, теперь вот так, вправо-налево. Жалко, я хотел попасть на электростанцию, но, вероятно, я потом туда смогу попасть. Ну, я надеюсь, мне, в принципе, не обязательно идти в хоккей-центр, там не будет, наверное, ничего такого. Что, разбудить Чермилиона, что ли? А, ладно, не буду. Понадобится, послушаю. Пусть поспит. А, не, безопасный тоннель, как и там. Еда доставлена. Всех смахлениц, кстати, я уже и вчера, и сегодня поел пины. Так, я слышал, что недалеко от целодона поселился Снорлакс. Да, я видел его. Так, путь номер семь. Кто здесь водится? Из тех, кто мне интересен, здесь водится. Вульпикс 10% вряд ли попадется. Белл Спрау 20%, но я его уже фармлю очень долго и никак не могу найти. Неужели может попасться? Да, Снорлакс это вообще прикол. Такой смысл не пропускать, если подземные тоннели есть. Ты слоу? Давай еще река, что вроде в принципе эффективно. Ооу. Даже скал очень эффективно. Так, что-то я одного Пикачу качаю, надо поместить там кого-нибудь. Вот он в Мяута, например. Сейчас так, еще битв там 4-5 проведу. Вдруг попадется кто мне нужен. Сейчас начнет отравлять. Или парализовать. Ну давай разруби кусок. Ну-ну. Я так и подумал. Ничего Мяут. До конца давай стой. Укус. Уберу Мяута только если он упадет, или если заснет. Так, давай укус. О, замирает. Мяут бесполезный. Мне только что кто-то говорил, что Мяут наоборот будет полезный. Деньги воровать. Твою имбу? Ты про Георадоса? Ну, в общем-то да. Там новая атака выучила. Драконию. Имбовую. Так, давай ка-джекпот. Ого. Так эффективно? А вроде раньше она была не очень. Нет, а когда персионом он станет, все равно он будет бесполезный? А, деньги прям с покемона выбивают? Я думал только с тренером. Ладно, пошли дальше. Надеюсь, тут покемон центр рядом. Да, целая Дон Сити. Ой, команда R. Ну, отлично. Ну, а спросим, что тут она делает? Не стоя на дороге у команды R. И что, даже драться не будешь? О, а это что за покемон? Полират. Он эволюционировал из поливирла с помощью камня воды. Так, 300 монет, но я-то их выкинул. Потому что этим по команде джекпот. Полоса. Ну, печалька сейчас. В принципе, если так мешает. Все, норм. На полках полно вещей для покемонов. Понятно. Так, это что, это Клаферия? Ага. Не трать все свои деньги на дорогие напитки. Лучше попей чаю. Ну, чай в карман положил. Никто так не утоляет жажду, как горячий чай. Я намек понял. Намек понял. Дай мне к телефону подойти, ну. Да не тупи, отойди. Это что за жесть? Довольный покемон на картине? Снорлок, что ли? Ты отойдешь? Ладно. Хотел по телефону позвонить. Разве можно вот так взять и убрать полосу? Как видишь, можно. Что это вообще за здание такое? Приемная Game Freak. А, это... Понятно. Это офис разработчика этой игры. Интересно, он прям реально так выглядит? Ну, хотя бы примерно. Тогда выглядел. Когда создавали. Я сценарист. Не правда ли Эрика классная? Мне еще Мисте нравится. Ах, да, Сабрина тоже прелесть. Сценарий новой игры. Это спойлер. Там, на столе. Кое-кто играет в рабочее время. Ай-яй-яй. Я художник, не мешай мне. Ладно, играй, играй. Я? Я программист. Программный код. Гейм-дизайнер. Заполнить Покедекс непросто, но не останавливайся на полпути. Когда завершишь, вернись сюда. Да, завершишь. Нормально? Да, Game Freak. Нет. Game Freak. Game Freak. Game Freak. Так. Велик нельзя достать. Хм. А до чего туда и как-то попасть? Интересно. Ну, ладно. Так, тут же не было прохода вроде? Ну, да. О, ну-ка, ну-ка, телефон. Незачем его трогать? Понятно. Так, памятка тренера. Икс-точность повысит меткость покемона. Концентратор увеличит шанс на критический удар. Все это и многое другое можно найти в торговом центре в Целадон-Сити. Так, щас. Секунду. Так. Правильно, в офисах на великах никто не катается, только на стульях. Да. Описное здание. Стоп, а я в этом здании был сейчас только что? А. Да, в этом. А, ой, я брок свой язык. Старушка из офисного здания угостила меня чаем. Но он был такой горячий, надо было остудить его. Хм. Вон как. Торговый центр товара на любой вкус. Ну, это пригодится. Добро пожаловать в торговый центр Целадона. На доске справа от вас описано расположение магазинов. Первый этаж, вестибюль. Второй этаж, все для тренеров. Третий этаж, видеоигры. Четвертый этаж, мистическая лавка. Пятый этаж, медикаменты. Крыша, торговые автоматы. Ну, мне на третий по-любому. Так. Ну, ладно, по порядку. Ты что-то не делал. Ну, не обязательно знать. Так. Купить. О. Рев. Гиперлуть. Выстрелить мощным лучом. Следующий ход пропускается. 7500. Даже не знаю. Да этот, по идее, Герадос и так выучит эту атаку, по-моему. Зарыться в землю на первом ходу и атаковать на втором. Так. Ну, если лифт есть, почему бы не воспользоваться? Прорыв. Нанести крушащий удар. Сломать световой щит или препятствие. В зависимости от типа поля могут увидеть снова эффекты. Заигрывать урагон, разве по-клозу наступиться. Ну, ладно. О, не-не-не, подожди. Отмена. В принципе. А, продать ему можно эти ТМ? Так. Вот рев. В принципе, можно продать. До 500. Ну, мне вроде не нужно это. Да, не всем подходит, я знаю. Прорыв. Прорыв. Нанести крушащий удар. А, у меня уже это есть. Саркофаг. Снижает скорость. Я думаю, не надо мне это. Тем более, 1500 стоит. Почему не продать? Пикирование. Мгновенно ударить врага с воздуха. В принципе, вот это прикольная вроде бы атака. Типа, как быстрый удар, только с воздуха. Так, это вообще, я так и не понял. Ну, это, я думаю, тоже никого не буду обучать, в принципе. А, ну, да, бывает такая. Так, а ты что предложишь? Great Ball. А у меня сколько? У меня 11 норм. Суперзелье по 700. Ладно, пока не надо. Эликсир. У меня вроде есть. 2 только, да? Ну, давай еще 3. Так, противоядия у меня вроде мало. А, нет, нормально. Антипаралич. Нормально. Будильник. Еще 3. Так, антиожог. Так, пока. Как-то хватит. Суперспрей. Стоп. Это не надо. В дальний путь стоит закупить эликсиры. Ну, да, я понял. А у нас, например, в универе такие лифты, как ты говоришь. Не, ну, правда, там вроде кнопки более-менее работают, но лифт такой же. Причем одни говорят, типа, не стоит на этих лифтах универе ездить, типа, могут упасть. А механик, который лифтом занимается, говорит, да я вообще, ну, типа, если он упадет, там хорошие пружины, вообще не почувствуете. А, коррекционируешь покемонов-призраков? Хонтер превратился в генгара сразу же после обмена. Кангасханы на Хонтера. Откуда они Кангасханы еще застали? РПГ, на это нет времени. Да ладно, на РПГ всегда есть время. Файтинг, жесть. Ну, файтинг, да, это жесть. Пазл. Так, можно идентифицировать покемонов, полученных при обмене по их айде. Мои покемоны отлично тренированы, они все умеют проводить контур-удар. Если покемоны атакуют физической атакой, то контур-удар получится вдвое сильнее этой атаки. Против спецатак, правда, контур-удар бесполезен. Хочешь, я научу твоего покемона контур-удару? Да. Кого? Пикачу? Дроузи? На Чермере она точно нет? Интересный вопрос, потому что атака прикольная. Сразу этот ФБФ вспоминается. Ну, я думаю, может, Пикачу? У него там вроде есть какая-то ненужная атака. Посмотрим, какие у него там. Так, электрошок, раздвоение, быстрый удар, удар. Клопки коричневые, ты про что? Не знаю. А, этот, да, Ктрио? Это, это червячки. Даже не знаю, удар может забыть? Или все-таки пока не учить? А, так ведь контур-удар еще нужно ставить. Ладно, наверное, не буду учить. Так, пойман, понятно, иди, основной тренер. Так, дальше. Не понял, ты червяков ешь? Я убираю подарок для моей девушки. Думаю, что Покечучело это хороший подарок. Если на тебя нападет дикий покемон, можно отвлечь его. Покечучело избежать. И что, типа продают? За тысячу. Тьфу, ты зачем мне сбегать? По-моему, ерунда. Мятое письмо? Не понял. 50 рублей? Вокупим. Зачем? Не знаю. Вдруг пригодится. О, Камень Огня. Not bad. Иногда в моих предложениях есть запятые. Не, не слышал. Так, вот это вот уже интересно. Я могу купить камни и эволюционировать некоторых покемонов, которые у меня сами по себе не эволюционируют. Во-первых, Камень Грума я могу Пикаччу эволюционировать в Райче. Но мне кто-то советовал только после 50 уровня это делать. Но, в принципе, это не мешает мне купить камень. Поэтому камень я куплю. Далее. Покупать все камни? Ну да, в принципе. Может быть, даже не по одному. Камень Травы. Ладно, так, куплю по два всех. У меня все равно уже зелень всего есть. Неплохо. Неплохо. Может быть, или это уже последняя. Так. Так, трю. Не, не может. Так, Адроузи сам от уровня. Чермиллин от уровня. Георадос уже все. Пикачу вот от камня. Но он еще 24 уровня. А и Мяут сам по себе, да, вроде как. Но надо до Покетцентра дойти, посмотреть. О, я знаю, это Глум. Точно Глум эволюционирует в Беласа. Или в... Или в кого-то там еще, не помню. В зависимости от камня. Так, усилители параметров покемонов продают только здесь. Фосфор увеличивает HP покемона. Кальций увеличивает спецатаку. Цинк увеличивает спецзащиту. А каротин увеличивает скорость. Моим покемонам нужен допинг. Протеин усилит их атаку. Железо укрепит в защиту. Так. Это он увеличит навсегда? Ну это ладно. Все равно денег уже нету на это. Далее. Моя младшая сестра тренер покемонов, представляешь? Она такая маленькая, но уже побеждает меня. Интересно, сейчас посмотрим. Напитки. Зачем? Швепс. Нарзан. А что этого колокольчика там нету? Не знаю. Так. Посмотрим, она будет сражаться. Я умираю от жажды, очень хочется пить. А я, по-моему, не могу тебе дать попить. Ладно. Сейчас я, кстати, посмотрю, тут в городе насчет покемонов, что. Интересно. Здесь можно получить Иви в подарок каким-то образом. Можно купить Клеферин, он у меня есть. Можно купить Абру, вот это надо. Скайтера. Пинфира. Поригона. Дротини. Где? Хочу. Я хочу всех этих купить. Пока, ну, может, найдем где-то магазин есть, но, походу, дорого будет стоить. Особенно, типа, дротини там, наверное, там будет стоить под миллион. В сафари? Нет, я смотрю именно Целадон Сити, Вайлд Покемон. Так, я, по-моему, разговаривал, да, тут всем уже? Горожане стараются поддерживать порядок Целадони, но боюсь, что недавно открывшееся казино будет плохо влиять на город. Да, Абра годный покемон. О, эти щели забрали все. Что? Я знал, что азартные игры до добра меня не доведут. Казино, ракета? Что же мне делать? Кто-то украл наш телескоп Си. Я уверен, что вор побежал сюда, но я упустил его из виду. Где мне теперь его искать? Вообще, там стоял возле входа в город. Ага, ну давай срубим. Да, я понял, имеется в виду слоты, но уже догадался тоже. Я в отпуске со своим парнем и братиком. Целадон такой потрясающий город. Да, перевод такой перевод. Ура каникулы, сегодня... А, сестра одна воспитывает меня. Что-то еле прочитал. Покемоны? Нет, это отель для людей. К сожалению, свободных мест нет. Ну, как обычно. Почему? Почему она взяла брата? А-а-а, не нравится. А вот и вор бегает. Ну, ща, подожди. О, да тут же везде команды. Проклятие, срочно нужно достать еще 2000 покемонов для призов. Сколько? Не трогай постер в казино. За ним не спрятано никаких секретных переключателей. Это че за... Ну, это как-то слишком глупо. Не знаю, наверное, не дошел еще. Пост. Я слышал, что под городским казино спрятана база команды ЭР. Проваливай отсюда чертов неудачных. Никаких больше одноруких бандитов. Вот, забирай. Видеть его больше не могу. В кошелек. Нормально. Пустой. Так. В кошелек для хранения игровых жетонов из казино ЭР. Вмещает 9-9-9-9-9 жетонов. Мужик за угловым столиком все проиграл в казино. Неудачник. Привет, извини, у нас сейчас прерыв. Мой покемон очень слаб, поэтому я часто хожу в аптеку. Да, я сам постоянно бегаю в покемон-сенсор. Чего надо? Валей отсюда по-хорошему. Так, что тут? А, вот он этот. Стадион. Покемон-стадион Целадона. Лидер Эрика. Принцесса природа. Ну, я потом сюда пойду. Только с этим поговорю. Шикарный стадион. Там одни бабы. Так. Все, тут я везде был. Мы пойдем в казино сходим. В принципе. Так, у меня... А! Не, подожди. Надо посмотреть, кого там эволюционировать. Да, замечательный стадион. Так, посмотрим. Ну, мочоп явно, наверное, сам эволюционирует. Но я все-таки всех посмотрю. Мочоп. Так. Он может на 28-м уровне эволюционировать в Мочоко. Далее. Рэтикейт. По-моему, это уже финиш. Рэтикейт. Рататавижа. Ну, и перевод тут тоже. Ратикат. Да, все. Уже это последнее. Что, я оттуда не качаю? Ну, не могу всех сразу. Нидорино. Вот это точно может в кого-то. Нидорино. Вот. А, с помощью лунного камня он может в Нидокинка. Но. Лунного, по-моему, у меня нету. Я вроде-то не продавался лунной. Так, но Бедрилла это вроде последняя, да, форма? Так, Бедрилла, Бедрилла. Да. Эканс. Но, Эканс явно в Арбак, оно сам или нет? По-моему, да. В аниме было само по себе произошло эволюция. Так. Сейчас все-таки включу на английские названия, а то тут из-за перевода я долго еще очень... Так, вот Эканс нашел. Да, на 22 уровне эволюционирует. Максимум покемонов, да много тут, вон, ячеек столько. Ну, в смысле, по идее, всех, вообще-то, можно поймать. Ну, то есть, а ты между, сколько всего есть? Не, ну уровней маловато, но я хотя бы, ну, знаю, буду знать, кого качать там. Потом, может, все-таки устройство им прокачку. Так, и дальше. Ну, Диглит у меня уже ни к чему, потому что у меня Дактрио. Фарфетчт. Так, фарфетчт. Так, где-то, не могу найти, что-то. О, фарфетчт, да. А, он вообще ни в кого не эволюционирует, и не из кого. Зубат, но Зубат явно там в кого-то, я уже не помню. В Кробат, что ли, или? Еще посмотрим. Ну, наверное, сам. Так, с помощью эволюция от счастья в Кробата. Или на 22 уровне, может, в Кробата. Мда. Непросто тут все виды получить. Так, Гроу Лайт. Я уже смотрел, но не помню. По-моему, сам, да? А, не, во. С помощью огненного камня. Ну что, мне эволюционировать его в Арканайна? Или уровень подкачать? Катастрофе прокачка до 9-го левела? Никогда. Так, Волторп. Он на 30-м уровне в Электрода. Клофейре. Наверное, Лунный Камень, да? Так, во-первых, у меня еще Клефы не было. Так, и Лунный Камень. Так, Манки. Ну, наверное, тоже сам. Манки. Да, 28-й уровень. Пиджиота. 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 А, не понял. А, на 36-м уровне в Пиджиот. Понятно. Где Дуда? Ну, сейчас посмотрим. Парас. Это тот самый не очень, который мне поддался. Вообще ни о чем. Он сам эволюционирует на 24-м уровне в Парасекта. Баттерфри. Ну, это вроде финальное, да? Ну, на всякий случай проверю. Так. Баттерфри. Да, это посредняя форма. Где Адут? Так, где Адут? И так, где Адут у нас на 25-м в Гравеллера. А Гравеллер при обмене каком-то, видимо, там с этой Лев Грин, что ли, версии, я не знаю. В Голема. Ну, в общем, не видать мне тут всех видов, все равно. Ну, в принципе, можно, да, его прокачать. И вот, самое интересное, что я хотел. Глум. Где Глум, 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 Глум? А, значит, с помощью травяного камня можно сделать Вайлл Плум. А с помощью солнечного камня Беласом. Мне кажется, Беласом прикольнее. А у меня же есть солнечный камень вроде. Так, сейчас. Блин, вышел случайно. Так, сейчас пока уберу. Итак, я хотел взять... Вот этого. Джа Дуда очень уж советуют. И Глум. Это я пока сейчас временно взял, чтобы с камнями это поработать. Так, сохранюсь. А, посмотрим, какие у меня есть камни. А, у меня лунный камень есть. У меня есть лунный камень. А, так, отлично. Ой. Так, камень огня. Ну что? Прокачать все-таки Гроула это, да? Ладно, чуть прокачаем. Камень травы. Ну, на Глум-то уже точно можно. 28 уровень. А, не, не травы я хотел, а солнечный, если у меня есть. А у меня нет, да? Ну что, искать солнечный или все-таки сделать Вайлд Плум? Да, я думаю, сделать Вайлд Плум. Почему нет? Хотя хотел, конечно, Белосом. Да, я представляю, как же здесь нужно, сколько нужно провести в этой игре, чтобы всех поймать. Это нужно мне еще одного Одиша поймать. Опять в Глуму прокачать. Найти солнечный камень, прокачать его в Вайлд Плум. Вайлд Плума, ну, жесть вообще. Еще где-то солнечный этот камень найти. Ладно, используем. Глум эволюционирует. А почему такое удивление, что такое? Да, долго играю, я заметил. Глум эволюционировал в Вайлд Плум. Ну что, он хотим бой стал. Так, тогда у меня такой еще тут вопрос. Сейчас. Пока солил Пикачу, наверное. Возьму дроузи для раскачки. В общем, я сейчас, наверное, не знаю, в принципе, там пройдущийся немного. Потом, как бы, стрим завершу, но после этого, наверное, тут же начну новый с прокачкой. Возможно, без комментариев. Ну, потому что, там, что комментировать, скучно. Ну, как бы, это уже уж не рассчитано, чтобы я смотрел, потому что скучно. Чисто буду качаться. Да, я хотел еще Вайлд Плум. Просто мне интересно посмотреть. Так, я радоса оставлю. Пока что. Возьму Клаферия. Почему? Потому что У меня есть лунный камень. Так, где он? Вот. Я могу Клаферия в... кого-то там прокачать. В Клефейбл. Так. Жалко, тут нет каких-то рекомендаций, на каком уровне его превращать. Ну, как думаете, там... Вращать не 12 уровень, но качать долго. Не знаю даже. Просто мне, в принципе... Не, ну просто мне носить Клаферия качать не хочется. Потому что, ну, у меня есть другие, да, кого использовать. Вот Друзи, да. А Клаферия, что? У него там только метроном, по-моему, будет хорошая атака. А чисто увидеть, просто как следующая форма там выглядит и Покетэк заполнить, это вот мне один клик просто сейчас сделать. Качать. Ладно, тогда вот у меня пять покемонов, которые мне нужно сейчас качать. А меня вот, чтобы деревья разрубать. Так. Сейчас чуть-чуть пройдусь, что там дальше, посмотрю. А, дальше у меня лидер стадиона. А, казино. Но я, наверное, не пройдусь этими днищами. Казино. Я так думаю. Наверное, даже можно не соваться. Так что пойду. Ну, в общем-то, наверное... В принципе, так, тут уже что у нас? Ну-ка, путь 16. А что у нас тут за путь 16? А, здесь у нас Снорвокс. А здесь у нас Додо. А, вот он, Снорвокс. Спит. Интересно, как его разбудить? Так, и что у нас тут? Так, это я сейчас днищами буду с ними сражаться. Ой, вдвоем они. Лия и Джет. Рапид Даш и Найн Тейлз? Да вы издеваетесь. 29 уровня? Удаляй. Не, ну, удаляй реально. Но это запечально. Ну, давай... Ну, куда? Против огненного угли? Не. Два Джа Дудс. Ну, мне кажется, это все. Печалька. Песень, может быть, заснет. Так, а ты давай загрязнение. О, еще заграждение какое-то поставили. побежать можно? Понятно. пинок сможешь сделать? А ты обвал. Да, он сейчас еще своего будет бить. Прикольно. Не, ну, это сразу было понятно, что это удалять. прошел удар. Отлично. Прямо сразу победа видна. ну, а свет это что? Давай еще обвал. репетаж промахнулся. Репетаж промахнулся. В кафере промахивается. Тебе идут замешательства. Что вообще происходит? Понятно. Так, кафере давай еще свет, а ты удаляй. Все. А, кстати, вау, плум. Ну-ка. Я же забыл, что у меня есть один-то нищенский. И мяут в принципе тоже норм. Ну, просто он неэффективен будет. Наверное. Ау. Ну да, он как бы не очень уже эффективен. Дроузи 14 уровня, но это мега удален. а ты давай семена. Обожжен. Ты куда? Дай ему хоть ну дай ему вот так вот то есть пользуйся. О. О, ну хоть мега удален. Да. сгорел, дроузи. Ну че, гроу лайт. А, ну он хотя бы огненный. Так. Давай укус. А ты давай опять семена. Да что такое? А что происходит, если я проигрываю? Сохранить начинаю. Ну они тоже огненные, но у меня выбор есть. Ну он же оттуда сейчас допустим вылечу, но его там ватшотнут все равно наверняка. Не, я могу даже поднять кого-то, но мне кажется смысла просто нет вообще. У меня есть эликсиров пять штук. Ну смыслу вообще. Ну давай дренаж попробуем. А, ну хотя бы быстрый удар не проходит по нему. А огонь? О, огонь проходит. Ну да, неэффективно. Давай толчок хоть сделай. Ничего не будет? Интересно, дренажем затащит? Вряд ли, наверное. Ну-ка давай, а ну-ка отравить сможешь? лучше морокки. Ну понятно. Отравление. О, семена. Не, просто интересно все-таки до конца оббиться. О, да что ж так неэффективно? Из-за этого барьера? Или это просто неэффективно? Вне зависимости от барьера. Награждение сномало. Давай семена. Ой, сейчас сожжет. ловушку. Да, это от ограждения не зависит. Неужели даже репедаж не добью? Я меду вообще не в этом ударю. так, ну-ка давай дренаж. Ай-яй-яй. По-моему, все, да? О, бьет себя. Прикольно. Только почему бьет, если я использовал другую атаку? Сколько я выплатил? 600? Бросил им гость монет, в рожу и убежал. Ничего, гг. То есть, в принципе, я просто потерял денег и все? Ну, то есть, ничего такого не случилось, да? Так, ну, вот так как поступлю сейчас, да, как я и говорил, стрим завершу, потом после этого буду качаться, ну, как бы, стрим у меня будет включен, но на СК2 у меня будет стоять галочка без комментариев, вот, ну, и как бы, если кому-то вдруг интересно это смотреть, можете смотреть, писать в чат, я могу, я буду отвечать в чат письменно, вот, ну, ну, вряд ли, мне кажется, никто особо не будет смотреть, в общем, на этом стрим завершаю, этот, если вопросы есть, можно писать, замечания, предложения, жалобы, и сейчас буду перезапускать на прокачку, все, всем пока,